ВИВАТ ИСТОРИЯ Саша, мы сегодня разыграем книгу Олега Лекманова и Михаила Свердлова «Сергей Синин. Биография». Это очень хорошая книга, редкая, прекрасное издание, но о самой книге, наверное, можно сказать пару слов, что в соответствии с миром, в котором книга нас погружает, это логика карнавала, логика переменной ролей, переменной модели существования и способа творчества. Я ничего не поняла, я могу сказать, что на вид эта книга просто шикарная, это такие книги, которые хочется оставить себе, и даже если вы не собираетесь ее читать, она все равно украсит, безусловно, шикарная. Ну что ж, а сегодня у нас Нюрнбергский процесс. Да, мы сегодня поговорим о трибунале или чем завершилась Вторая мировая война в Европе, во всяком случае. Ну, я думаю, что такое Нюрнбергский процесс, все знают. Ну, смотрели фильм многие. Да, с кем там, кто там был? Обновенный фашизм? Нет, обновенный фашизм. Есть еще процесс, фильм такой, да, в ней это самое, Максимилиан Шелл играет главную роль, Марлен Дитрих и многие другие. Ну, в общем, да, я думаю, что все прекрасно знают, ну, давайте сегодня разберемся, что это, откуда появился, как формировалось, как проходил суд, ну, и какие-то итоги, если возможно. Ну, понятно, что история Второй мировой войны, войны, Саша, ну, я думаю, что и мы, дорогие друзья, все прекрасно понимаем, это еще с одной стороны, как на нее посмотреть, это перечень военных преступлений, которые совершали нацистская Германия и его союзника. Нескончаемый список. За это главных военных преступников человечество осудило в открытом суде сначала в Нюрнберге, а потом в Токио. Ну, смотря, кого судить, да? Из-за политика юридического значения культурного следа Нюрнбергский трибунал стал символом правосудия. В его тени остались другие показательные процессы страны Европы над нацистами и их пособниками. И, в первую очередь, открытые суды, проведенные на территории Советского Союза. Давайте посмотрим, когда все это начиналось, да? Вообще, до Второй мировой войны никто в мире не имел опыта суда над военными преступниками, а нацистами и их пособниками. Ну, наверное, мы можем привести только один пример, хотя примерное было соглашение. Это по Наполеону, что Наполеон после ста дней был отправлен победителями без суда и следствия в ссылку на остров Святой Елены. Ну, вот, наверное, ближайшее, что мы можем сказать. Но еще немножко проговорим про Первую мировую войну, но попозже немножко, да? Итак, не было в мировой истории аналогов такой жестокости, не было зверств таких временных географических масштабов. Поэтому не было юридических норм для воздействия ни в международных конвенциях, ни в национальных уголовных кодексах. К тому же для правосудия еще нужно было освободить места преступлений, которые еще были под немцами, и свидетелей захотеть в плен самих преступников. И кто первый это начал делать, Саша, это, конечно, Советский Союз, но тоже не странно, не сразу. С 41-го года до конца оккупации на территории СССР проходили открытые суды, например, в партизанских отрядах, над предателями, шпионами, мародерами. Я думаю, мы видели тоже с вами, Саша, такие фильмы документальные, где кого-то судят, да, и потом голосуют. А их зрителями были сами партизаны, а позднее стали еще приглашать жителей соседних деревень. Доказательной базой стали подробные отчеты о масштабах зверских разрушений на освободенных территориях. 2 ноября 42-го года указом президента Верховного Совета была создана, так называемая, чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и сообщников. Но руководил ее Алексей Толстой, автор Буратино, Саша. На фронте изменников и нацистских палачей карали военные трибуналы. Вплоть до выхода указа номер 39 президента Верховного Совета от 19 апреля 30-го года о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и издеваниях советского гражданского населения. Согласно указу, дела об убийствах военнопленных и мирных граждан поступали в военно-полевые суды при девятих корпусах. Многие их заседания по рекомендации командования были открытыми с участием местного населения. В военных трибуналах, притязанских народных и военно-полевых судах обвиняемые защищались от сами визы адвокатов. Часто приговором было публичное повешение. Указ номер 39 стал юридической основой для системы ответственности за тысячи преступлений. А по наиболее жестким военно-преступлениям в 43-м, в 49-х годах состоялись процессы в 21-м пострадавшем городе в пяти советских республиках. В Краснодаре, Краснодоне, что понятно, в Харькове, Смоленске, в Ленинграде. То есть, как я правильно понимаю, что ни в одном месте шел этот процесс, ни в одночасье, он шел больше года и в разных местах. Нет, нет, Саша. Просто поступательное движение. О суде, когда мы начали говорить с переговоры с союзниками, мы еще с вами поговорим. Мы говорили о наших предложениях в том числе, потому что со стороны Англии и США были другие предложения, о которых я сейчас озвучу. То есть, мы как бы показывали, как это можно сделать, да, открыто, при тем юридического процесса, да, в каких местах и прочее, прочее, прочее. То есть, на самом деле, мы здесь навязывали определенную волю Западу, и он с ней потом согласился. Вот, да. В Гомеле был процесс, ну, в Ленинграде. Ну, наверное, Саша, вы знаете, да, где в нашем городе корали немецко-вашистских преступников. Вешали их, где сейчас памятник Калинину на площади перед Конте. Казино. Да, кинотеатр «Гигант». Кинотеатр «Гигант», да, абсолютно верно. Там вот их вешали, немцев, да. Да, да. Вот, также оно прошло в Хабаровске, например, ну, это же с японцами, да. Значит, было казнено 252 военных преступника из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и нескольких пособников СССР. Открытые суды СССР над военными преступками внесли не только юридический смысл наказания виновной, но также политический и антифашистский. Я думаю, что все это понятно. Про это снималось фильмы, издавались книги, писались репортажи. Судя по донесениям МГБ, почти все население поддержало обвинение и желало подсудимым самострогого наказания. А теперь поговорим, что было это у нас. Как мы подходили к таким судам. То есть, таких судов до этого не было. Вот, значит, переговоры с союзниками нашими о наказании военных преступников в той или иной форме возникают уже в первые годы Великой Отечественной войны. Причем наши союзники, Англия и США, уступали за состояние чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений. А мы предлагали не только расследовать, но и наказывать в судебном порядке. И уже с 1942 года мы ставим вопрос перед Англией и США о создании трибунала. Следующий акт этой истории приходится на 1943 год, когда во время московского совещания главы союзнических МИД, принимая декларацию об ответственности гиттеров за совершенные преступления. Но, понимаете, сначала было непонятно что, непонятно что. Но когда все больше и больше люди узнавали о зверствах, которые происходят, когда освобождали какие-то конституционные лагеря или какие-то районы, например, Киев и Бабияр, да, все становилось больше вопросов. И поэтому союзники все больше и больше склонялись к нашим предложениям. Что предлагали, скажем так, Англия и Франция? В переговорах со Сталином союзники наставили на таких решениях, Сашенька, которые сегодня, пожалуй, могут вызвать только изумление. Например, так, скажем о кардинальном решении судьбы глав нацистских преступников, а именно о расстреле без суда. Чешир считал, что лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы. Рузвельт пошел еще дальше. В 1945 году в Ялте он предлагал обязательно уничтожить 50 тысяч немецко-прусских офицеров. Напомню Сталину, что об очень хорошем тосте, который тот произнес на эту тему в Сегеране. Это запроектурированная стенограмма Крымской конференции. Фильмаршал Эйзенхауэр предлагал расстреливать всех немецких генералов. Он предлагал расстреливать при попытке к бедству. То есть спровоцировать и сразу расстрелять. Но вскоре победители вернулись к идее, которая была озвучена во время Версальской конференции после Первой мировой войны. По Версальскому договору, который был подписан после нее в 1919 году, Германия должна была выдать кайзеру Вигельма II сотни высокопоставленных офицеров международному трибуналу, чтобы тот судил их за военные преступления. Однако кайзер бежал в Голландию, а германское правительство отказалось выдавать кого бы то ни было. На этом все закончилось. На сей раз Германия после окончания войны была полностью оккупирована и не могла сопротивляться, поэтому процесс состоялся. Были интересные сценарии будущего Германии. «Если у нее будет какое-то будущее», – выразил Чечель на одном из заседаний. Премьер-министр Великобритании предлагал отделить от Германии южные провинции, в том числе Баварию, и включить их в Дунайскую Федерацию. Розвезд выступал с предложением о расчленении Германии на пять самостоятельных государств. Но я думаю, что это вы знаете, дорогие друзья, но я напомню все-таки в контексте суда. Экзотических идей со стороны союзников было много. В ответ на высказание Черчилля о том, что Германия в качестве будущего типа государственного устройства подходит к коммунизм, – это сказал Черчилль, «Сталин вынужден был заметить, что коммунизм в Германии подходит как к корове седло». Так что ее разделение выглядит совсем не случайным, которое было. А Черчилль и Розвельта поступали также в предложение о том, чтобы вся судебная процедура носила не юридический, а политический характер. Розвельт заявлял о будущем суде. Суд не должен быть слишком юридический. А Черчилль добавлял, суд над главными преступниками должен быть политический, а не юридическим актом. Что неудивительно, только Сталин и советская делегация с самого начала говорили о необходимости подвергнуть главных нацистских преступников строгой юридической процедуре уголовного преследования. С этими целями был создан Международный военный трибунал. Почему мы вот такие четкие по суду? Наверное, у товарища Сталина был опыт 1937 года организации таких судов. Он знал, как его можно делать, как можно манипулировать и какой-то результат достигнуть. Вот. Итак, Лондонской конференции летом 1945 года 23 страны союзников подписали, значит, да, подписали документы. Благодаря этой правовой основе Нюрнберг стал быть исключительно политическим делом, сохраняя, конечно, эту контанту, компоненту, извините. Но он был легализован и легиметизирован, в отличие от последующих попыток создания логических структур в разное время и в разное время. Итак, почему Нюрнберг? Почему именно этот город? Саша, как вы думаете, почему? Ну, он был... Потому что Нюрнберг был центром, как бы, нацизма в Германии. Там проходили все съезды НСДАП германской, да, Триумфоли там, например, сняли, да. Там такой Цепелинфельд есть район, где у них проходили, они маршировали там ночные эти самые бдения, там в руке у них были факелы. Вот, это все там. А еще Нюрнберг был не так разрушен. И надо вспомнить, что именно после американских бомбежек в этом городе остался цел дворец правосудия, да. Что было тоже немаловажно. Вот, ну, Нюрнберг стал такой на 45-46 год центром, скажем так, мирового бомонда. Ну, с нашей стороны, конечно, никто не приезжал еще, не было ни Ксюши Собчак, ни Ольги Бузовой там, или там Зверева непонятно с кем. Какими-то страшными именами. Да, я такой, да-да-да-да, все-таки про войну говорим, про ужасы. Вот, то, например, Мален Дитрих приехала, там все время были какие-то там ссоры, другие вечеринки такие, Чаплин приезжал, да, там Хемингуэй. Ну, всем было интересно посмотреть на это. То есть, уже тогда загнивающий капитализм устроил шоу? Ну, типа того, да, вообще около стен дворца проводили. Да, значит, что еще такого интересного? Ну, мы сейчас, потому что у нас мало времени, чем отличается этот, скажем так, этот трибунал от другого? Впервые в истории появился синхронный перевод. И, как говорил Герман Геринг, синхронный перевод сокращает его жизнь. Ну, понятно, почему, так вы долго переводили. Глядя на этот процесс, Чечли сказал лорду Исмую. Ну, вот, понимаете, почему англичане долго не хотели, чтобы это было юридически? Нам с вами, лорд, надо не проиграть следующую войну, а то нас ждет то же самое. Вот, так что вот такие вот вещи, да, эти про юридическое составляющее, да. Вообще, конечно, в современном юридической науке, не в советской, извините, не в российской, а мировой, в принципе, с начала 80-х годов это воспринимается процесс как, в общем-то, как курьез. Больше, чем какой-то образец. Вот. Многие откровенные юристы и исследователи откровенно называют такие процессы торжеством победителей. Стоит заметить, что так думали не только немцы, но и другие. Судьи и обвинители бы не были нейтральны. Они представляли четверку стран, держав победительниц. В результате происходящее иногда было странно. Скажем, советский обвинитель Руденко ссылался на пакт между Сталином и Гитлером, чтобы доказать, что германская агрессия против Польши имела доказательную основу. Также, например, советский судья убеждал коллег, что убийство польских офицеров в Катане можно, то, которое было, как мы признали в организации его, нужно добавить в список германских военных преступлений. Впрочем, лицемерия была не только советская страна, дорогие друзья. 8 августа 1945 года Лондонское соглашение, которое создал Нелебецкий трибунал, подчеркивало ограниченно, ограничило круг его полномочий только военными преступлениями держав оси. Дававок трибунал руководствовал так называемыми принцами Тюк-Квоке, то есть оправдывающий любой незаконный акт, если его совершала и другая страна. Вот, то есть Тюк-Квоке – это и ты тоже. Значит, поэтому Франция сняла обвинения против Германии из-за Мюнхенной Виши, об этом они молчали. США о помощи, экономической помощи Германии, а также о помощи помогать евреям в предвоенный, в начальный этап. Вот, немцев не судили за туристические бомбардировки, ведь применение стратегических бомбардировок против мирового населения было одной из опор английско-американской военной доктрины. Поэтому, да, то, что делали они, они как бы отказались про это. А когда американский адмирал Честер Нимитс заявил в суде, что военно-морские силы США, начиная с Перр-Харбора, вели против японцев неограниченную подводную войну, а после этого автоматом были сняты обвинения против адмирала Карла Дениса, немецкого, да, этого подводного волка, да. Ну, например, в Международном уголовном трибунале по Высшей Югославии, когда он организовывался, да, этот принцип посчитал порочным, отказался от него. Итак, нужно понимать, давайте теперь поговорим о том, что там происходило с 20 ноября. Поэтому, в общем-то, скоро у нас на следующей неделе, скажем так, очередная годовщина нюрберского процесса. Поэтому мы сегодня про него и говорим. Что на нюрберском трибунале обсуждались личные дела очень небольшого круга людей, руководства Германии, 67 человек всего, которые были, да, 12 человек были казнены, 6 в Юлинберге, остальные в местах своего руководства, то есть 18%, плюс 4 умерли в тюрьме, 21 человек покончил самоубийством, да, то есть 37 человек были так или иначе убиты, умерли и так далее и тому подобное. Суду были переданы документы на 24-х человек. Гитлер, Гиммлер, Геббельс, чья смерть были установлены, не были преданы суду, трибунала, как ни странно, а может быть и правильно, Борману судили заочно. Главные нацистские преступники были повешены заключением Геринга, которому удалось отравиться. Все это было зафиксировано, сфотографировано и так далее и тому подобное. Кроме главного нюрнебергского процесса были так называемые еще малые нюрнебергские процессы. Их было 12. Они были проведены нюрнебергским военным трибуналом, созданным американскими военными властями. В рамках этих процессов с 1946 по 1950 год рассматривали взяла еще около двух сотен деятелей нацистского режима. Этот трибунал действовал до 1951 года. Многие из осужденных в рамках этих процессов были амнистированы. Для некоторых сокращены сроки заключения. Интересно также отметить, что в 1953 году один из осужденных международным трибуналом, фельдмаршал Йодль, был полностью оправдан, и лишь под давлением американцев этот оправдательный приговор позднее был аннулирован. Впрочем, проблема деноцификации, очищения общества от последствий господства фашизма имел, Саша, по-моему, не никуда более сложный характер во всех странах Европы, включая Советский Союз. А почему, сейчас попытаюсь объяснить, огромное количество крупных нацистов и их пособников уголовного преследования избежали. Не говоря уже о мелких деятелях режима, которые не подвергались вообще преследованиям. Советская администрация, военная администрация Германии, и других купильных странах на них на определенном этапе стала смотреть примирительно. Ну, почему? А потому что, если всех карать, тогда попросту не хватит ни рук, ни времени, ни головы, ничего. Понимаете? Все руководство было помазано. Ну, привести примеры, чтобы было понятно. Например, мэром одного из литовских городов в свободной Литве был один человек, потом в советское время стал председателем горосполкома, при нацистах он снова стал обербургомистром, да? А после того, как пришли советские, он снова стал председателем обрысполкома. Ну, потому что был талантливый человек, без него было нельзя. Мы об этом говорили с вами. Давайте еще, Саш. Вы, наверное, знаете, что в День независимости, да, в Латвии, ну, скоро уже мы увидим, да, вокруг, там, в центре города, вокруг статуи, то есть памятника свободы, все время гуляют нацистские преступники, звав НСС там, да? Откуда их столько много? Чего они выжили? Наших-то фронтовиков столько не было. А потому что после того, как они были захвачены нами, взяты в плен, да, в 46-47 году их амнистировали, Сталин, для того, чтобы сохранить генофонд прибалтийских народов, да, потому что слишком много мужчин у них погибло, им не восстановиться. Вот их всех выпустили, поэтому они достаточно сытые, накормленные, холеные, да, еще сейчас гуляют по центру Риги, да, потому что, да, не смотрели, какие у них там были преступления. Слушай, а вот то, что вот там в Швеции тоже, я не знаю, это в послевоенной, вот, да, когда там рождались дети от нацистских преступников. В Норвегии. В Норвегии, да, в Норвегии. Да, и одна из солисток Абы вот как раз такая была. Все правильно, Агнет. Агнет, да. Нет, она Фрида. А, Черненькая Фрида, да. Да, она действительно из такой семьи, там действительно была борьба, но вы знаете, вот некоторые народы очень мстительные там за то, что там француженки спали с немцами, да, другие женщины, которые не спали, может быть, из-за того, что они были страшные или еще что-то им не предлагалось, да, они устраивали самосуд после войны, под налевку их стригли этих товарищей, да, если, да, отнимали у них детей, поэтому мама Фрида, она бежала из Норвегии в Швецию нейтральную, где, в общем-то, и жила. Да, как раз вот из-за этой вот ужасной ситуации, которая там была. Ну, в общем, нет, было много разных, людей были осуждены, там, например, во Франции был суд над руководителем Виши, все это очень сложно. И Лаваль был расстрелян, маршал Петен, хотя он тоже должен быть, получил тоже смертный переговор, но ему Деголь, уважая его за Первую мировую войну, да, разрешил ему жить в тюрьме, и он похоронен на острове Ре, это где синяя борода, помните, там, у Шарля Перо, вот, он там захоронен, потому что Деголь его очень уважал. Вообще там сложные вещи. Деголь придумал историю Франции во времен Второй мировой войны. Как бы Франция с этим согласилась. В чем эта задумка Деголя, да? А в том, что Франция все время воевала с нацистами, то, что, да, она всегда была на стороне союзников, неправда, ничего подобного, очень маленькая часть. И вообще, если мы сравнимаем, французский Демест Дементон, прокурор, обвинитель от Франции, да, он обвинял немцев, то, что они убили, это написано в документах, можно посмотреть, что они убили за время оккупации с 40-го года, с 40-го года по 44-й, где-то 45-й в каких-то районах, да, они убили 47 тысяч французов. Извините, это смешно. Это практически ничего для многомиллионной, да, там тогда 80-миллионной нации, да, понимаете? Ну вот Деголь сказал, не будем вспоминать о плохом, будем вспоминать о хорошем, у нас нет коллаборационистов и прочее. Но если уже доходить дальше, да, у нас тоже не любят социалист Франсуа Миттеран, он работал в Виши, да, потом сказал, что он был шпионом, да, разведчиком, который говорил свободной Франции, что немцы собираются делать. Очень, скажем так, спорный довод, дорогие друзья, да, но вот был такой, да, такой момент, что ли, так или иначе. Так вот, давайте я все-таки закончу, да, про то, что не всех расстреляли, им всех осудили, да, Европейский трибунал не признал преступными все правительственные или государственные учреждения нацистской Германии. Почему? Потому что члены трибунала осознавали, в противном случае будет невозможно управлять страной, поскольку преследования должны подвергнуться практически весь, сколько-нибудь способный к решению административных задач управленческий персонал. очень мало людей. Были из Германии антифашисты, которые эмигрировали там во главе с Вилли Брантом, но все остальные они там остались. Ну, там, в лучшем случае это пастор Шлак, да, а в худшем случае это вот герой, господи, Льва Дурова, да, который просто так служил немецкому, нацистскому режиму, да. Очень спорный вопрос. Поэтому в Германии долгое время после войны были люди, которые руководили государственным аппаратом при нацистском режиме. Все понимали, что невозможно строить будущего страна, где получил широкий размах коллаборационные режимы, если всех пособников фашизма и нацизма отдавать под суд. Ну, понятно, что такой список выступили не советские союзники. Все это ограничивало отчетливо демонстрирование, скажем так, все эти ограничения тщательно демонстрировали наличие, ну, как бы это сказать, политической составляющей, что ли, в действительности трибунала. Но, несмотря на всю критику нюребетского процесса, с этой стороны невозможно себе представить, что политическая составляющая могла быть полностью исключена из ее деятельности. Из этого нас возвращает к теме своеобразности характера нюребетского суда. Он, конечно, имеет беспрецедентное значение не только по факту своего создания, но и по юридическим процедурам. И они, конечно, Саша, часто противоречие юридическому практике и законодательству отдельно взятых стран. Например, в Нюрнберге игнорировали принцип призумности и невиновности. Ну, как в Советском Союзе до войны, если вы понимаете, да? А вот, ну, это пошли и французы, и англичане, и американцы. Страны антигибской коалиции, а вслед за ними страны-члены ООН, сошли еще до начала работы трибунала действия нацистского руководства преступным. Несмотря на сколько очевидны были размах и масштаб преступлений против мира, человечности, сколько было военных преступлений. Эти три категории преступлений, которые вменялось нацистское руководство, да? Остальное, по мнению учредительного трибунала, должно быть внесено за скобки, как не имеющее прямое отношение к делу, уводящего ход процесса в сторону. Еще раз, давайте я повторю, значит, да? Значит, эти дискуссии вообще вспыхивали постоянно между представителями различных стран. Ну, да, самое известное, наверное, это, скажем так, насчет того, ООН и УПА являются преступными организациями, ИСТ Абвар является преступными организациями, да? Вот. Ну, еще раз, в трибунале был написан суд над военными преступниками, которые не связаны с определенным географическим местом. То, согласимся, ООН туда не входит никак, потому что они занимались только на территории нынешнего Советского Союза и, возможно, немножко на территории современной Польши. Все. На скамью посудимых в Нюрненберге не попал ни один из многочисленных коллаборантов из оккупированной территории Европы, где они сотрудничали. Ну, в принципе, они все получили свое на своей земле, как говорится, но это другой вопрос. Итак, Нюрненбергский процесс был посвящен осуждению главных военных преступников, к которым были отнесены руководство нацистской партии Германии, руководство военных структур, СС и так далее. Напротив, наши же определили однажды документ, свидетельщий об эпизоде преследований в 1941 году украинских националистов со стороны нацистов. То есть это тоже так вот интересно, да? В ходе процесса были выявлены тесные связи украинских националистов с нацистами. Для этого даже в ноябре 1945 года в качестве свидетеля был вызван генерал Абвера, генерал-майор Лахузен. Он вспомнил о том, значит, да, надо вспомнить о том, что Нюрненбергский процесс признал СС преступной организацией. Но в него же ходила дивизия СС Каличина, да, который был сформирован, был из украинских националистов. Ну, об этом, да, как бы, скажем так, сейчас это спорный вопрос, но Украине об этом не любят вспоминать. Мне вот интересен сам процесс. Как этих людей, судимых, приглашали? Ну, если можно так сказать в кавычках, конечно, выражаясь на сам процесс. Как они там находились? Кто их туда доставлял? Они все были арестованы. То есть был общий список, кто туда входили, да? А представители, ну, все фильмы... Арестованы те, кто не успел сбежать? Ну, в принципе, да. В принципе, кто успел сбежать, это был все-таки один человек, это Борман. Ну, еще раз, да, был он убит или не был убит? Вот его не было, да? А никто не успел сбежать, кто не успел покончить жизнь самоубийством. Еще раз, 21 человек покончили, 67. Это большой список. Итак, кого же? Всех фельдмаршалов, каких-то генералов, все руководство СС, дальше министры, которые были в то время, руководители профсоюзов, это лей такой, да? Значит, дальше гауляйтеры, руководители какой-то области, да, то есть от Белоруссии, Украины, да, Германии, там, и Австрии, и прочее, прочее. Вот они все были приглашены, да, то есть элита рейха, так называемая, да. Этот список, этот список утверждался. Кто не попал туда из тех, кто мог быть осужден? Ну, по-моему, только один гауляйтер, да, это называется Вестмарка, он был, или нет, в Верхней Силезии. Этот человек был, о нем как-то забыли, вот он сбежал в Канаду. Был в Канаду, да. С другой стороны, надо сказать честно, он был назначен в венере 45-го года. Да, то есть у него там не было много времени, чтобы сделать какие-то неприятные вещи. Ну вот, то есть, еще раз, только руководство, самые главные чиновники и партийные, партийные руководители НСДП. Ну, еще раз, 67 человек, это достаточно много. Вот. Ну, наверное, надо сказать, что вы правильно задали вопрос, что работа трибунала не была доведена до логического завершения. Это, видно, и дает основания сегодня признавать реальных преступлений, там, я не знаю, кого-то, но те же украинских националистов, если сейчас мы об этом говорим, да. Вот. По мере юридической стороны дела, включение в спецсписок трибунала в вопросе о пакте Молотой-Реметропа не было продиктовано опасностью, что потом его обвинять Советский Союз, что он начал войну. Об этом вообще никто не говорил. Потому что все прекрасно понимали и принимали и на процессе, что войну в Европе развязал не пакт Молотой-Реметропа, а Мюнхенский сговор. Да, это такт, мультиверение процесса, скажем так, агрессора. И когда, когда Геринг выступал, в ходе одного заседания он прямо заявил адресу их судям, которые представили Британию и Франции. Ведь эти баши правительства, господинства, судей развязали нам руки в Мюнхене. Вот. Конечно, это ему не простили, да. С 25 ноября по 1 октября 46-го года Международный Сибирьбунал, куда вошли обвинители из четырех стран, слушали откровения главных российских преступников и изучали кино и фотосвидетельства их злодеяний. О том, как готовился, приходил процесс, и почему американцы и англичане предлагали не судить нацистов, а всех с копом. Но все это себе даже трудно представить себе, чтобы преступников, которые преследовали абсолютно политические цели, опираясь на мощную человека и ненавидческую идеологию, судили бы как-то, как бы, обычных уголовников. Да? Итак, трибунов был сформирован из четырех представителей жавпобедительниц. АССР был прокурор Украины Роман Руденко. Ну, наверное, такой очень профессионал большой. Если сначала Геринг, он был очень активный, он боролся, издевался над обвинителями, над судьем и прочее. Но когда Руденко стал проводить допрос, да, и очень острые стали вопросы, видно, как Геринг сник, да, и, как сказал американский представитель, да, Геринг спекся. Это действительно было видно, что Руденко именно его доконал. От Великобритании был прокурор Хартли Шоу Крост, от США судья Верховного Суда Роберт Джексон, от Франции, как я уже говорил, генеральный прокурор Франсуа де Ментон. Ну, вот, скажем так, взаимоотношения между Руденко и другими членами суда были достаточно хорошие. Сначала были холодные, потому что сталинский режим для союзников долгое время оставался неприятным партнером для переговоров. Коммунистическая идеология и практика по определению были неприемлены для политического класса Западной Европы. Но это неприятие было преодолено только с того, как все стороны, подвижшиеся агрессии страны германского нацизма, поняли все серьезные положения. Вот, еще, как бы, да, сначала Джонсон не обсуждал с Руденко ничего, но Руденко нашел, как его, извините, там прищутить, что ли, да, один раз он заметил, что американские солдаты греются и, скажем так, около жены бумаги, они бросали бумагу в бочку и грелись около нее. Он посмотрел, а там оказывались свидетельские показания, документы советской делегации. Вот, да, это были дурные делегации, там, это были отчеты бухгалтерские и так далее, и тому подобное, но он с этими обгорелыми пришел к американскому судье, показал это, это был такой скандал, что Джонсон, да, он, вот, признался, да, и пошел на открытый контакт с Руденко, а потом уже много раз приходил к нему, видел профессиональность Руденко, да, он потом стал генеральным прокурором Советского Союза, да, вот, и действительно, действительно, наш прокурор главную роль в процессе, вот, и главный свидетель всего этого был тоже от нас, это фельдмаршал Паулюс, потому что все считали, что он умер, а фельдмаршал Паулюс не только герой сталинградской, сталинградского котла, Саша, он же ведь еще самое главное, он автор, он автор плана Барбаросса, план Барбаросса, да, говорили, что не было идей и прочее, и когда он говорит, у нас есть свидетель, он говорит, фельдмаршал Паулюс, сразу все военные на скамье подсудимых движение такое пошло, да, и когда Кроу Кросс спросил, а сколько времени вам нужно его привезти, он говорит, ну, минут 20, то есть его тайно привезли, привезли сначала в Берлин, в Германию, а потом тайно перевезли из нашей зоны в американскую зону, ведь юридмаршал был в американской зоне, да, и, конечно, опасность была, что он мог там говорить, что меня заставляли, что-то там в советском плену, там били и прочее, прочее, это с одной стороны, да, но он все сделал правильно, все сказал, все признал, что он говорил, признал, это был такой удар, что после этого все, кто сидели на скамье посудимых Германии, они были побиты, побиты морально и физически, ну, физически, да, в меньшей степени, хотя, хотя жандармы, которые там стояли, полицейские из милитариполис, да, американские, они с ними, скажем так, скажем так, не церемонились, надо посадить было, что если стоит Геринг, да, они спокойно могли силы его посадить, кто-то еще там разогнать, отогнать адвокатов, да, в общем-то, к ним так вот отношение было такое вот. Ну, а какое должно было быть отношение? Конечно, нет, ну, другого и быть не могло. Понимаете, Геринг кричал, маршалов не вешают, фельдмаршалов не вешают, ну, вот ты будешь первый, ну, типа того, да. Еще раз, Вторая мировая война для немцев все делали по-новой, да, первый фельдмаршал, попавший в плен, да, вот там, там, первая громадная группировка, которая сдалась окруженной, там, да, первый фельдмаршал, которого повесили, да, это был не Геринг, он, как вы знаете, известно принял яд, да, он за день до, скажем так, до того дня, когда его должны были повесить, ну, там были Кейт, Лейп, То есть у него был яд с собой? Ну, говорят, что его жена во время поцелуя передала ему ампулу из рта в рот, вот, да, вот, то есть, ну, там, если, как бы, в Нюлленберге, да, в этом, в этом, в Верховном суде, в этой тюрьме, где-то проходил, там есть экскурсии, там такой длинный коридор, и стоят эти самые, ну, казематы эти, да, и у каждого стоял полицейский, американский, смотрел в дырочку, что делает, что делает заключенный, ну, вот, ему удалось ночью, да, еще один повесился, это был Лей, руководитель профсоюзов, да, вот два человека, которые не дожили до конца суда, и самолично, себя, но один пораньше, другой попозже. А вообще, во время процесса, как они себя вели? Еще раз, сначала нагло, некоторые, да, некоторые говорили, в чем, да, ну, абсолютно, а что, не было прецедента, еще раз, да, чтобы так судили, а потом, когда они поняли, чем все это запахло, а когда стали показывать хронику из конституционных лагерей, вот тут уже была мертвая тишина у многих, да, хотя, с другой стороны, Геринг, да, когда показывает Гитлер, который выступает, он соседу говорит, я снова попал под обаяние Адольфа, когда глядя на хронику, ну, вот такие вот, да, да, еще раз, ну, их не жалко, давайте об итогах поговорим, итак, главным наследием Нюрнберга, по настоящий момент, это остаются нюрнберские принципы, так называемые, подтвержденные в 1948 году, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, они устанавливают, что преступления могут караться по международному праву, а теперь преступники больше не могут ссылаться на внутреннее законодательство, или утверждать, что они просто выполняли приказы, ну, как бы немцы все кричали, что они выполняли приказы, да, вот, нюрнберские процессы также повлияли на конвенцию о геноциде, на всеобщую декларацию прав человека, на Женевскую конвенцию о защите жертв войны, все эти документы были подписаны сразу после Второй мировой войны, сильнее всего они должны были повлиять на развитие международного уголовного права, но его затормозила холодная война, после того, как в 90-х годах были созданы международные трибуналы по военным преступлениям к геноциду, это Югославия, Руанда, наследие Нюрнберга стало мощным аргументом в пользу создания в 98-м году международного уголовного суда, а также есть еще римский статус, который включается в целый ряд принципов, выработанных в 45-м году, поэтому, поэтому, кстати, Соединенные Штаты, как главные поборники нюрнберга, и имели бы все основания гордиться их последствиями, если бы американские власти так отчаянно не возражали против заявления международного уголовного суда о том, что международное уголовное законодательство может быть применено и против граждан США. Вот это их, конечно, не нравится. Таким образом, даже сейчас наследие нюрнберга остается неудобным. Ну, вот, наверное, все, о чем я хотел сказать. Ну, там кто-то был оправдан. Ну, да, были оправданы, например, Фричи. Фричи, ну, давайте так, да, при всех недостатках нюрнберга подтрибунал судил именно тех, кого следовало судить, и судил в целом справедливо. В 12 обвинениях получили смертные приговоры, 7 длительные сроки, а Троя, ну, вот, и Ганс Фричи, он был главный, Саша, радиоголос режима. То есть он руководил радиопропагандой, да, работал вместе с пропагандой Геймс. Ну, как левитон наш. Да, да, да. Он, конечно, лично не участвовал в планировании военных преступлений и был оправдан. И еще, наверное, что нужно сказать, если уж, да, что в Нюрнберге были неприбежимы и подробно зафиксированы такие преступления нацистского режима, как Холокост. В то время в Германии многие предпочли бы забыть о них, да, или утверждали, что о них они ничего не знали. Но было вот доказано в андейских документах о Холокосте, Саша, если все будет хорошо, мы сделаем обязательно отдельную передачу. Вот, да. А те, кто отбывал заключение какое-то ограниченное, что с ними потом стало? Значит, смотрите, значит, Шпандау – это тюрьма, которая находилась в Западном Берлине. И там те люди, кто получили пожизненное заключение, их было четверо, они жили и умирали. Последний умер в 1989 году – Гесс. Ну, Гесс, его вроде даже хотели отпускать, да, по старости, но он был очень неудобен для англичан. И вот он взял и повесился перед тем, как должны его отпустить. Но непонятно почему. Если считать, что если его повесили англичане, тогда понятно, потому что он все-таки в 1940 году прыгал, как вы знаете, с Прошутом в Англию, да, вел тайные переговоры с Черчиллем. Он мог сказать многое интересное про англичан, как они, скажем так, имели ли они, скажем так, имели ли они, скажем так, основания обвинять их в том, что они тоже развязали Вторую мировую войну. То есть это был последний. Ну, скажем так, многие, кто были осуждены различными трибуналами в каких-то странах, но последний иностранец, который сидел у нас, был отпущен в 1955 году из Советского Союза после смерти Сталина. Когда приехал, для того, чтобы заключить, скажем так, признать ФРГ, и ФРГ признала нас, да, что Конрад Донор приезжал к нам, да, к этому вопросу мы через 10 лет после окончания войны отпустили всех военных преступников, всех граждан других стран. То есть где-то до 1955 года. А те, кому удалось скрыться и бежать, ведь сейчас и по сей день находят этих старых людей. Да, это в основном нас исполнители, ну, типа доктор Менгеле, там, или еще кто-то. Да, их пытаются ловить, там, я не знаю, организация Визенталя, да, они в Вене находятся, это поиск нацистских преступников, да, которые вот боролись, ну, уничтожали евреев. Ну, и выявляют, и пытаются как-то судить, хотя они очень-то живые. Они бежали потому, что против них и против их семьи может быть какое-то преследование. И там как бы, да, сейчас вот, когда они, многие там, дети этих товарищей украинцы, которые сейчас помогают Украине строить какое-то новое государство, да, а их родители там есть, там, достаточно очень спорные, да, люди, или там, там, послы, там, или прочее, да, которые... Поэтому закрыли глаза. Ну, скажем так, вот, что было... Давайте от Украины уберем, да, Артукович, Артукович и Антиповелич, главные преступники хорваты, усташи, да, все они спокойно уехали в США и там жили до самой смерти. Им все было очень хорошо, да, хотя они, извините, столько сербов вырезали, да, даже есть, Саша, такой специальный ножик, называется сербосек. Да, если будете отдыхать в Хорватии, сходите в какой-нибудь магазин холодного оружия, там вам предложат, он с перчаточкой такой симпатичный, да, причем сербосек, а им легче пороть животы сербам. Вот, для этого он и создан, да. Еще раз, вот таких людей, да, они еще кто-то живут, да, абсолютно. Ну, да, надо их ловить, надо продолжать, конечно. Потому что, извините, да, по одной причине, что тех людей, кого они замучили и убили, уже 75 лет не живут. Да, поэтому прощать их ни к чему. Интересно, а срок давности как-то действует? Нет у них срока давности на такие преступления против человечества, нет срока давности. А сами итоги, которые периодически подвергаются сомнению? Никто, никто не подвергается сомнению решением Нюрнерского трибунала. Ни одна страна. Еще раз, пусть пытаются, да, но ни Англия, ни Франция, ни Англия, ни Советский Союз, или Россия, да, на это никогда не пойдут. Понятно, почему. Хорошо. Ну что ж, тогда переходим к нашей традиционной исторической викторине. В прошлой программе у нас были ответы на вопросы про революцию 1917 года. И вопрос от Сергея звучал так. Значит, вопрос звучал так. Почему в октябрьские дни в Смольном некоторые большевики, которые шли к Ленину, говорят, пойду к классной даме? Почему такое? Потому что кабинет Ленина находился в высшем кабинете классной дамы, да? Значит, да. Классного руководителя. Это же был пенсион благодородных девиц, да? И вот там жил классная дама. А рядом была там Le Durtroir de Pignette. Durtroir de Pignette, так называемый, да? То есть спальная комната, да, для средних девочек. Вот. Есть у нас правильный ответ? Да. Александр Прозоров. Поздравляю. Получает у нас сегодня книгу от издательства Витанова. Отлично. Завидую вам. И такую, не такую же, вернее, а другую книгу от издательства Витанова, про Сергея Есенина. Шикарное издание. Получит тот, кто правильно ответит на сегодняшний вопрос Сергея Вилатенко. Итак, назовите специальность американца Джона Вуда, который после нервецкого процесса в 46-м году продавал около здания суда, много одинаковых размеров, десятки, скажем так, десятки одинаковых предметов, значит, немножко разных размеров, да, с помощью которых он выполнял свою работу. Они все были раскуплены достаточно быстро. Кто был по специальности Джон Вуд? Очень интересный вопрос. Отлично. Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте imagineradio.ru. У нас теперь на анонс бесполезно кликать, а зато у нас есть сверху кнопочка «Задать вопрос», туда же можно отправить ваш ответ на сегодняшний вопрос Сергея Вилатенко. Не забудьте только представиться, фамилия, имя и номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться, объяснить, как получить пресс. Сергей, повтори еще раз вопрос. Итак, дорогие друзья, какой специальности, военной специальности или просто специальности имел американский военнослужащий Джон Вуд, если после окончания процесса, после того, как трибунал закрылся, да, он, служа там около Нюрнберга, продавал какие-то предметы, которым он пользовался, да, разрезав на несколько частей, да, вот, да, и говорил, что они приносят счастье, вот, поняв, что приносит счастье в Америке, да, и что он продавал, скажите, какая у него была специальность. Очень интересный вопрос. Конечно. Ну что ж, это была программа «Виват. История». Сергей, спасибо. В студии был автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко за пультом Александра Ромашовой. До встречи через неделю. До свидания, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Вестком». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова